Здравствуйте, в эфире программа «Союз нерушимый» Азиз Агаев и Владимир Сметанин. Добрый день, спустя две недели мы снова вместе с программой «Союз нерушимый». Ну, такая зимняя уже погода не помешала нам снова собраться, но на самом деле мы еще не в полном составе здесь, мы еще ждем гостей. Мы еще ждем гостей. Еще ждем гостей, и когда они появятся здесь, то... То зимняя погода, может быть, станет летней, или уже не станет летней. Теплее будет, но только в обществе, да? Ну, на самом деле, тепло обещают, на следующую неделю это все, потепление, сегодня упоминали мы об этом. Ну, все-таки гость у нас есть, один из гостей, это Рагиб Мамедов, председатель Кировской областной общественной организации научно-культурный центр «Ахлибейт». Добрый день, Рагиб. Добрый день. Тему мы сегодня, конечно, выбрали довольно-таки непростую, да? Мы сегодня будем говорить о высоком, да? О том, что, ну, как-то пощупать, потрогать зачастую нельзя. Ну, то, что проявляется в том, что можно пощупать и потрогать, да? Ну, в делах, да. Да, в поскольку, в каждом поведении. В каждом поведении, потому что это, наверное, тот стержень, так сказать, на котором каждодневное поведение наше строится. Вот, и поэтому здесь будет очень много вопросов, масса людей свое поведение строит на основе своих внутренних принципов. Мы не всегда понимаем, да, почему так ли они поступают, но в зависимости от того, какие эти принципы нам нравятся или не нравятся эти поведения, они поступают правильно или неправильно. Но эти принципы, безусловно, должны быть кем-то заложены человеку, в первую очередь речь идет о родителях. Вот это очень интересный вопрос. А кем должны быть заложены эти принципы? Вот, исходя из чего человек начинает так или иначе поступать? И я думаю, что вот в этом смысле нам, наверное, Хаджирагиб сегодня и должен помочь, да? Ну, давайте все-таки мы произнесем, да, это словосочетание, которое мы сегодня будем использовать, это духовное воспитание. Духовное воспитание, в первую очередь, детей подрастающего поколения, именно в каком-то исламской культуре. Да. Ну, мы сейчас уже, на самом деле, начали, да, до передачи говорить о том, что очень много ведь общего и те же самые заповеди, да, которые существуют. Ну, да, ну, если ты помнишь, я перед передачей Хаджирагибу задал вопрос, а, значит, мы вроде как в теме передачи выделили обособленность, так сказать, темы, там, в исламе, да, но я ему задал вопрос, а, извините, те принципы, которые закладываются, вы можете привести разность принципов, значит, в исламе, в христианстве, там, и, значит, в других письменных, там, религиях? На первый взгляд, и христианстве. Да, и что это? Какая разница? И, наверное, что там, например, там, то есть, Ажирагиб, вступайте уже. Ауззубиллахамминашвайтваммираджим, бисмиллахи рахмаммиррахим, это очень большое, собственно, сам по себе, это духовное воспитание, но, с одной стороны, взят, если духовное воспитание во всех верах одинаково, допустим, и в исламе, и в христианстве, и в ютубизме, и дальше, и все. Ну, просто существуют различные законы, регулирующие человеческие проблемы между людьми, и особенно между родителями и детьми. Вот это, в первую очередь, надо рассматривать, потому что? Да, это, в первую очередь, надо рассматривать родители и детьми, потому что человек воспитывается, в первую очередь, как сказать, из дома. Как родители его, в семье. Да, в семье. Заложивается все в семье. Закладывается в весь базис? Ну, не только, и непосредственно папу, маму, естественно, старшие члены семьи, бабушек, девушек и так далее. Вот у нас, допустим, в Куране на это очень много указывается даже, нам говорят, допустим, в Куране есть Это значит, что мне и родителям будьте благодарны. То есть, это слово Господне, да? Да, Господне, да, Господне. Благодарны. Будьте благодарны мне и родителям. Да, и родителям. Мне, Богу, родителям. Вот есть долги, родительские долги есть над детьми. И детские, вот, у детей есть свои долги над родителями. Они вот разные. Вот надо это, во-первых, человек сам должен изучать у родителей, какие долги есть над детьми. Ну, вот, с учетом ситуации, ничего, что я прерывать вас буду, значит, у нас очень часто говорят о том, что, и вообще обсуждается очень часто, А, ну, что родители, вот, некоторые думают, что вот они покормили ребенка, значит, купили ему одежду, одели, отправили, там, детский садик, и все, долг выполнен. Как вот, вы считаете, вот, это соответствует данным случаям? Нет, это, с этим не заканчивается. Вот, родители должны думать, что вот мы воспитываем детей, и их отдаем в общество, и в каком виде мы их будем отдавать в общество. Вот самое главное, в общем-то, с каким багажом, с каким интеллигентом, с каким науком, с каким, как с опытом будем его выдавать в общество, потому что они же наше будущее, наше будущее, все зависит от них. То есть, получается, что мы должны не просто его покормить, одеть, а еще и мы сделать, должны так, чтобы он стал полноценным членом этого общества, в котором мы живем, да, при этом он должен быть не просто полноценным, а даже очень полезным членом этого общества. И в этом заключается основной долг родителя, да? Естественно. Вот даже пророк, салават Аллаху, пусть над ними будет мир и благословение Аллаха, привезли ребенка, сказали, я Расулаллах, я Мухаммад, вот это мы привезли детей, ребенка, надо его воспитать, воспитать его, как вы хотели. И спрашивая, сколько ребенка лет? Говорят, он только три дня родился. Говорят, если три дня родился, ведь вы три дня опоздали. С первого дня надо начинать. Не то, что с первого дня, даже, да, даже в исламе есть, даже ребенок еще не родился, вот, еще не родился, ведь надо воспитать. Ну, сейчас многие научные исследования говорят о том, что разговаривать и воспитывать ребенка надо еще будучи, так сказать, когда еще мама только, да, еще в чреве, и разговаривать, и чтобы ребенок не боялся там, то есть это все соответствует на самом деле, действительно, ребенка надо воспитывать, а я больше бы сказал, любить с первого дня, и даже не того, что, не того времени, когда родился, а еще раньше, да? Да, безусловно. Давайте представлять наших еще гостей, да, присоединились к нам. Волг, усиленный в член общественной палатской области, президент Кировского благотворительного фонда Азербайджана, и Тимур Наврузов, значит... Пусть Тимур сам представится, просто, Тимур. Он активный член нашего фонда, да. Всем слушателям, да. Я первого четвертирист фонда, обладательного фонда Азербайджана, которым является представитель Моя Бусина. А во-вторых, уже исполняю, работаю, работаю федеральным государственным служащим, госинспектором федеральной службы фонда Азербайджана. Я ставил свои светские должности, все. Ну да, кто не слышал, мы скажем, что мы начали непростую тему для обсуждения духовного и воспитания подрастающего. Для самих непростую, да, потому что часто возникают моменты, когда мы приходится задумываться, да, в ту или иную сторону. Принимать решение каждый день, думая о том, какие последствия повлекут твои те или иные воздействия на своего ребенка. Воспитание подрастает, духовное воспитание подрастающего поколения в исламе. Но это не означает, что мы можем и должны ограничиваться там канонами ислама, то есть мы должны... Я скажу, да, сначала давайте с слушателями поздороваемся, всех слушателей приветствую, и вас за одним круглым столом. Очень рад, что очередная предатель у нас живет, процветает. Я бы сказал, вот Хаджи Рагиф об этом рассказал, как бы духовная нравственность в обществе, и рассмотрение детей, да. Но многие люди это воспринимают, то есть значит, ты веришь, и ты, значит, должен воспитать по каким-то иным канонам. Я скажу, что не так. Но мы все верим, что люди, мы все верим во что-то. Кто-то в Бога верит, кто-то там в буддизм, кто-то там вообще не верит. Это тоже является верой, во что-то не верить. Или верить в то, что не может сам для себя осознать, во что-то не верить. Но тем не менее, дети это природа, природные явления. Все равно мы женимся, дети рождаются. Тут самый главный момент. Когда дети рождаются, мы уже должны осознать, что мы ответственные люди. Когда поженились, можно до рождения детей развестись, или убежать, оставить. Многие родители так делают, бессовестно. Ребенок родился, оставили, убежали, даже не воспитывали. Но тем не менее, здесь самый главный момент ответственный, что да, мы уже должны взять на себя, потому что мы новое поколение будем как бы выращивать, расти. Это наше дерево. Как у меня дед всегда говорил, что это дерево посадил, его плоды, можно через 10 лет уже взять, покушать. Это плоды наши дети. Потому что... Ну, не покушайте, естественно. Ну, я имею в виду, да. Вкусить, он хотел сказать. Русское слово «вкусить». Я имею в виду, яблоко можно покушать, а дети то же самое. То есть удовольствие от общения. С детьми ты вкушаешь, конечно. Ну, естественно. Согласен с Алисовичем. Ответственный момент здесь наступает то, что какое воспитание мы даем, даже духовное, обычно светское воспитание, от этого зависит наше будущее, детей наших будущих. Во-первых, там, вот на Кавказе обычно дети таким образом воспитываются, что девочка всегда там, отец домой заходит, держит, руки тянует, с малых лет уже. Сын тоже. Это уже такая духовная, может быть, и даже уже вбитое воспитание нас. Таким образом, когда мы стариков видим, сразу там троллейбус, автобус, трамваи, старик заходит, пожилой человек, мудрый, достиг мудрого возраста, да, я бы сказал, чтобы всех не обижать, заходит, сразу молодой встает, вступает в место. Вот это и есть как бы воспитание. Ну, я хочу уточнить тут сразу один момент. Это когда вот это совершается, ритуал, это фактически ритуал, это не означает, что тот, кто встал, считает себя, считает тебя немощным. Он просто не может в присутствии стоящего, старшего сидеть. То есть вот именно значение вот это, не то, что там, вот я зашел в троллейбус, типа не могу стоять. Я стоять могу, но этот человек, который моложе меня, он не может стоять в моем присутствии. То есть он не может сидеть, когда я стою. Поэтому он встает и уступает мне место не потому, что я немощный, а потому что точно так же он не может сидеть, когда стоит женщина. Ну, что это за мужчина, когда женщина стоит? Какого бы возраста она ни была? Александр Ильич, можно уточнить, а это правило, оно как раз, да, вставать в старших, оно распространяется только на председателе одного этноса? Нет, или любой, любой вот пожилой-пожилой человек? Ну, смотрите, когда я жил в Баку, у нас там было, значит, очень много этносов. То есть, там были не только азербайзанцы, русские украинцы, русские украинцы там, и так далее, и так далее. и все совершенно одинаковые, то есть это, скорее всего, характеристика, значит, определенных традиций в определенной местности. Вот с этого и есть она воспитание. Вот, например, когда у нас дома старший брат или отец заходит домой, мы за столом сидим, кушаем, все, мы должны встать, уйти. Потому что нельзя со старшим сидеть за одним столом. Вернуться только с разрешением уже, да? Нет, все, они есть, пока там находятся, все, младшие уходят, старшие сидят за столом, чай пьют, разговаривают, может, они о чем-то будут говорить, это уже не для тех, не для наших ушей, чтобы мы могли его воспринимать. Из-за этого встают, уходят. Вот, как бы на Кавказе вот такая традиция, воспитание, она до сих пор и есть. Ну, как, я почему здесь, вот Тимур здесь, как бы, находится, Тимур здесь вырос, да? Тимур здесь воспитание получил. Я сам здесь с 91-го года, практически 11 лет мне было, когда в Киевскую область я попал. Здесь мы выросли. Но, тем не менее, в крови все равно есть такое вот чувство, долга, что надо помогать старшим, надо за руку взять, там, пожилых людей, перенести, там, перенести, как бы, через дорожку, да? Если там выйдешь в магазине с сумкой, там, кто-то идет, не может нести, там, помочь, взять, отнести. Здесь на это смотрят, как-то не так. Зачем? Я сам. Так я, давайте вам помогу. В этом ряду и дверь открыть, как бы, и пустить вперед, там, и так далее, и так далее. Способность принять помощь, это тоже отдельная история, да? Ну, это отдельная история, но, смотрите, тут, наверное, нам Хаджирагиб поможет, да? Мое-то дело, как бы, сделать это, а дело этого человека, то есть, для меня-то зачитывается, как это сказано, то, что я сделал. Я хотел бы добавить, чтобы детей, человека воспитывает не только семья, и школа, безусловно, что называется, начинает специализироваться, и общество, и в каком он общество будет самовоспитываться, и в каком школе, как его в школе будет воспитывать, это все зависит, залаживает своих детей, правильно? Вот это самое, правильно, у нас и в крови, и дома, семье, родители нам объясняют, как поступают, и также, в школе должны с этим заниматься, вот сейчас я скажу, чтобы, может, и сейчас, нынешне, у меня тоже двое-таки, в школу учиться, но с воспитанием, они только изучают, в том числе, математику, историю, и так далее, а так-то, в общем, если взять, очень слабо, относится к этому, в школу. Воспитательный процесс, воспитательный процесс, и слабый вообще. То, за что часто упрекают школу. Да. Вот у нас, допустим, на Кавказе, воспитание детей со школы, с садиков, на самом деле, оно уже обоснованно идет, поднимается, а здесь мы забываем о воспитании, мы все говорим, что раньше были воспитатели, да, там, садики воспитатели, сейчас первый класс воспитатели, сейчас уже педагоги, они только дают знания о воспитании, потому что она уже пропадает, каким образом интегрировать, как родители детей, гражданское общество. Это у нас очень хромает. Естественно, надо вот с этим вопросом уже заниматься, там, департаментом различным, как дать воспитание людям, обществе, каким образом, мы даже, мы как показываем себя. если я давно делаю, значит, я его получу, так, а выходит, умер, если я где-то там глаза закрываю, там, на пожилых людей, дорога переходящая, да, значит, когда я буду пожилым, ко мне так же будет относиться, значит, иди. Так что это надо нести. Иди, естественно, еще. Вот, я еще хотел сказать, вот, допустим, если учитель воспитывает, вот, учителя, вот, очень большой, его надо уважать, а в нашей школе, также, учителя, на учителя уважены, очень слабо, вот, еще, так, вот, допустим, сейчас, и наши законы, что-то, я смотрю, очень интересные, допустим, вот, учитель, если даже можно громким тоном, да, что-то сказать, за это судит учитель, это же тоже неправильно, что-то, что-то сказать. Ну, ну, то есть, есть масса вопросов, да, мы сейчас в таком периоде находимся, конечно, давайте, наверное, может, отойдем от этой темы, потому что есть масса вопросов, которые по школе мне тоже очень примираются, да, я вот одно скажу, извините, пожалуйста, вот я, Хаджираги, вам согласен, я до сих пор помню своего классного руководителя первого класса, Саяда Малин, я думал, я как бы в Армении в школу первого класса ходил, пока там еще азербайджанцы живут, вот, я до сих пор помню, что я домой приходил, я свое, наверное, родителей так не воспринимал, как Саяда Малин, да, вот, до сих пор я его помню, когда я в Баку еду, обязательно, там каждый год с ним встречаюсь, навещаю, потому что это... Это мужчина-учитель? Да, мужчина-учитель в первом классе, да, в классе вот было... Женщины вообще нет? Ну как, ну что вы? Было, просто вот так получилось, что вот первое... Ну, у меня была женщина, я тоже помню, но я помню больше учителя математики, очень строгою, но справедливую женщину, которую любили все дети, но она была чрезвычайно строгая, но через эту строгость она многих, как бы, воспитала. У меня дядя на Сынецком районе, он как раз педагогом всю жизнь отработал. Исторически, но сколько книжек читали, там большая часть педагогов было не мужчин, которые были, они были направлены на работу над царских времен основным мужчин, потому что все-таки такая среда, так поваляюсь, где нужен мужчина, которого больше прислушиваются. Знаете, хочу спросить, вот часто, ну, в бытовой, да, речи, в общении с другом, мы слышим такой термин, как изнеженный ребенок или капризный ребенок. Вообще, в исламе такое возможно изнеживать родительской, лаской? Это вопрос Хадьер Агива, он уже тут может пояснять, как воспитывается. Если идти на исламу, исламу нам Коран указывает, как любит, воспитывать, и охлебеть, то в нашей передаче объяснено, что такое охлебеть, охлебеть, это семье потомства пророка, слава Аллаха, над ним был мир и благословение Аллаха. Вот имам Саадид у нас говорит, ребенок, если родился, семь лет ребенок король семьи. То, что он хочет... А почему именно семь? Семь лет. Потому что там... Цепь священная. Не, не точно семь лет. Знаешь почему? Детский период идет семь лет, потом из семи до четырнадцать лет это юноша, а из четырнадцать лет уже выше, до двадцать лет. А дальше еще он подросток. Наоборот, подросток, да. Ну, да. Ну, да. Ну, там, до семи лет он король, до четырнадцати лет он слуга. Он слуга. До семи лет он король семьи, а до четырнадцати лет с семи до четырнадцати он слуга семьи, а после четырнадцати лет уже с ним надо советоваться. Ну, до четырнадцати он человек. Да, он человек. Роли, да. Да, да, да. Да, все. Типа, он член семьи и с ним нужно вступать уже, ну, он член совета. Кратакт пострадает. Да, да. Так, давайте, давайте конкретикой наполним, да, что такое король, дозволяется все, абсолютно, можешь, любые желания исполняются, материальные, нематериальные есть, есть рамка, в рамки нельзя уходить, естественно, ну вот, допустим, ребенок хочет играть, дайте ему играть, допустим, с ними, правильно, слишком его баловать тоже нельзя, но, как сказать все относительно, все в рамках возможностей семьи, все в рамках возможностей, надо ему относиться, чтобы ему больше возможностей отдать, чтобы он, как сказать, свои нервы потратили, куда-то а из семи лет уже слуга, его куда отправишь, вот это сделал, вот это сделал, ему задание отдал, все он сделал, его мнение, его желание не учитывается почему учитывается, ну, в рамках, опять же, есть рамки определенные слушайте, наверное, на седьмой день рождения в жизни человек самый нелюбимый, наверное, самый нежеланный, да, получается да нет, в школу, честно говоря, все счастливы, как бы, проходят эти годы, потому что, все же, мы не абсолютизируем же то есть, вы понимаете, абсолютизация вообще вредна для жизни, но речь идет о том, что до семи лет у человека есть желание и ты с этими желаниями считаешься а уже после семи лет ты учишь его считаться желаниями всех остальных то есть, а иначе как? если человек все время только по его желаниям, только его желания учитывает допустим, этот период не будет присутствовать в его жизни, так он никогда не научится жить по-хорошему в обществе потому что, вот это и есть изнеженный ребенок, то есть, он до семи лет, все, что он хочет, мы его одобряем, мы его подбадрим а ведь ребенок, смотрите, до семи лет и помогать родителям хочет я вот помню, как моя дочь, значит, на кухне с этого, с раковины, где посуду моют, не вылезала, все, маме помогала посуду мыть без принуждения, пожалуйста, значит, ребенок типа моет посуду интерес появляется а мы ее, ой, какая молодец, ой, какая умница помощница и так далее, вот это вот а после восьми лет вы видели, чтобы девочка, значит, проявляла интерес к раковине? ну, очень мало наступает время, когда ты ему говоришь, что есть интересы семьи и ты, как член этой семьи, значит, должен участвовать в реализации этого интереса и человек научается, значит, какие-то свои желания останавливать и действовать в интересах а переход именно в такой отрезке получается все дата семьи ну, это приблизительно вот нет, 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 все потихонечку это постепенно все кто-то в шесть, кто-то в восемь, ну того, как это постепенно в тропоте вот скажу, чтобы после четырнадцать лет, допустим, он уже советник дома если сын, советник отца, допустим, с ним надо советоваться, вот и даже и он должен он должен уважение родителей уже заработать все это время да, все это время когда ты считаешься с тем, что он готов участвовать ведь весь этот период, на самом деле, все периоды оцелены на то, чтобы человек научился жить с четырнадцать лет ты его учишь принимать решения то есть, если человек не умеет принимать и такие решения, которые будут на пользу не только тебе самому да, и порой, например, очень часто бывает, когда ты специально его решение пускаешь, как бы, зная, что оно неправильное но человек тоже шишки но использует он же должен набивать как бы то и говоришь, ну вот ты вот принял, хорошо, иди, вот делай он делает и на своих ошибках учится учится, а что делать? а как научить человека принимать решения, не боясь ошибок то есть, смотрите, это очень важный момент а то у нас есть люди, которые не умеют принимать решения, потому что боятся, что совершат ошибки надо научить человека принимать эти решения надо учить человека просчитывать вероятность ошибок понимаете, то есть, и все это духовное воспитание я, конечно, все равно остаюсь при своем мнении до сих пор Хаджирагиб сколько бы не говорил я пока на сегодняшний день не вижу никаких особенностей духовного воспитания значит связанных именно сейчас конкретно религии там с исламом потому что еще раз говорю 80% Корана если я не ошибаюсь это те постулаты, которые изложены в Евангелии и в Библии в тех религиях, которые раньше которые были раньше то есть, потому что мы считаем эти книги мы, мусульмане, считаем эти книги тоже книгами посланными Всевышним все равно и соответственно для нас эти книги точно такие же святые книги как и священный Коран правильно почему? потому что в Коране эти книги округляют обобщают да, обобщают все книги и допустим даже в Коране есть такой аят что в Аллаху Шрикупехи Шайан Вабил Валидани Ихсаном Аллаху са товарища не создавайте и сделайте Ихсаны и сделайте доброту своим родителям своим родителям и вот как будешь воспитывать детей они так и тебе будут как-то то есть речь идет об учитании родителей да но здесь взялись еще вопрос смотрите поддержка буквально там в Коране тоже об этом говорите это пророк Мухаммеда савалла али ассалам спрашивают где находится рай он говорит рай это под ногами матери вот такое ценное как бы семейное ценность материнство ценится исламе это как бы идет как раз воспитание мужчин уважать женщин девочек смысловое значение это не буквальное значение а смысловое значение что ты всегда должен преклоняться перед своей матери и не только преклоняться а выполнять все ее пожелания которые только она честенеть и любить ну то есть вот что означает что рай под ногами ума прерваемся на небольшую рекламу и через пару минут продолжим нашу программу союз нерушимый продолжается наша программа давайте еще раз напомним кто у нас в гостях Ракита Мамедов Тимур Нагрузов мы в Гусейном говорим о серьезных очень вещах про ответственность сейчас про воспитание ответственности да да ну вот то что в 14 лет там начинает так сказать нужно принимать решение и это серьезно самосознание человека получается да и вот у меня например все таки хочется Тимур хоть и самый очень озабоченный сейчас сидит но я его спрошу а вот вот дорогой мой а как ты вдруг почувствовал что на тебе теперь лежит вот ответственность что любое действие любое решение твое что ты теперь за это несешь ответственность вот какой это был случай а может быть это не случай а просто такие ощущения скорее всего лично по мне у меня были такие ощущения они были с детства я всегда как-то так смотрел наперед старался чтобы своих родителей никуда не вызывали не подвезти то есть они вызывали это со школы были у меня цели например работать устроиться много службы я уже со школы знал что какие-то ограничения для этого имеются соответственно если я где-то проколюсь общаясь компаниях с ребятами бриганами хотя мы все где-то на улице растем в среде общаемся в школе что будут последствия ограничений запреты и поэтому я имел цель мне кажется я четко ее видел даже в школе в своем возрасте и не допускал этих ошибок в первую очередь это конечно было воспитание как папе потом глаза будут смотреть да ну у нас я так думаю исходя из ненталитета кавказской семьи семьи за кавказе там все таки да авторитет отцовский большое значение имеет независимо от возраста большой ты сын сколько у тебя детей ты все равно своему отца дерзкого глаза не будешь смотреть продолжаю тогда развивать тему если все таки не удалось сделать все правильное не подвести какие полномочия имеют отец глава семейства так сказать да приведение ситуации в нужную просто ну это наверное нужно то есть ты боялся подзатыльников или ты боялся просто неудовольствия отца нет подзатыльников я никогда не боялся потому что он такого себе не позволял я такого даже не видел я не представлял он достаточно так серьезный тоже человек он госинспектор ответ и сейчас он на пенсии как-то воспитывал именно так чтобы мы понимали сразу с первого слова то есть были какие-то простые примеры когда ездили к нему на родину вот ишака бьют потому что ему прямо ты что ишак то есть он давал понять что вот направление вот смотри у тебя есть выбор вот правильно поступать или неправильно поступать то есть здесь еще от мамы много зависит я вот Тимура перебил извиняюсь а мама роль второстепенда нет нет он просто сказал мысль так сказать я вот в детстве вот смотрите вот глазам у отца практически давайте на честноту говорю мы все работаем с утра выходим вечером вот я своих детей дома очень домой очень поздно переезжаю рано уезжаю бывает дети спят невозможно увидеть выходные только как-то с ним стараюсь время править вот я своего отца практически не видал хотя он дома жил потому что он уходил рано 6 утра возвращался поздно но работал мы еще в деревне жили вот мама всегда что-то они так сделали или с братьями там подрались сейчас отец придет он так сразу упс сейчас отец придет выходили мама не говори отцу ничего пожалуйста ничего мы как ты скажешь так и сделаем а хотя отец ни разу нас не бил даже я не видел когда он голос даже повышал гости переходили с одним взглядом отец что-то что-то мы и так сделали отец с одним взглядом так что-то смотрел мы сразу все не знали куда бежать вместо того боязнь себя физического наказания или намного глубже и больше это намного глубже чувство совести стыдности каким образом пробуждение а самом деле я знаю что хочу сказать вот мудрость женщины в чем состоит но так как все равно основная нагрузка приходится как бы по дому на ну что говорить стеснотменно сказать на женщину отец для нее это некий инструмент воспитания то есть мудрая женщина делает из отца первого человека после бога на земле в доме согласен и уже дети то есть она уже говорит вот отец такой вот он такой он такой он сильный он там умный он мощный дети уже с таким большим уважением и так далее и уже когда мама вдруг говорит вдруг из-за того что мы пошалили там или похулигани вдруг говорит ну вот придет вечер мой папа придет а я вас предупреждаю он все и после этого все становятся шелковыми все начинают вести себя по правильному там и так далее и так далее я говорю это тот период когда уже ребенок не король когда уже ребенок слуга то есть до 14 лет потому что с 14 лет уже скорее папа учит принимать там решение вместе там и так далее и так далее но при всем при этом хочу сказать что очень важно при этом я даже будучи мусульманин не хочу сказать что это черта только нашего ислама очень важно воспитывать ребенка все время в любви даже когда ты строг эта строгость должна быть через любовь потому что любовь открывает мозг человека мозг ребенка для восприятия правильных вещей то есть когда ты любя это делаешь это проходит без барьеров это уходит как с определенной интонацией это это не только интонации это вовремя проявленные жесты это вовремя вовремя поглаженный ребенок это вовремя взятые на колени ребенок это ребенок мимика это вовремя поцелованный ребенок ребенок которому ты сказал что он самый лучший на земле и так далее и так далее и через это проходит самые глубины его души правильные принципы и конечно после этого этот ребенок никогда не скажет против тебя даже когда ты не прав он никогда особенно прилюдно он никогда не скажет что что ты тут папа там или мама то есть он скорее всего как бы потом когда все уляжется там и так далее и так далее придет и свое мнение там о чем-то выскажет и он никогда тебя не оставит как вот сейчас для меня лично я как лично я воспринимаю горе когда вижу родителей там отданных там дома престарелых значит своими детьми я это воспринимаю как ну очень глубоко и больно для меня когда я вижу что такое происходит при живых детях которые там наследуют там квартиры родителей дома там и так далее а родители это очень печально этот ребенок никогда этого себе не позволит он будет там и соответственно он помня как он жил и рос в любви это значит ты можешь быть спокойным своих потомков он будет воспитывать своих детей извините я вас есть такое еще в Азербайджане легенда ходит что однажды отец вырастил один сына и поженил свадьбу сделал и женой как-то отец говорит вот твой отец надоел мне там он такой такой храпит или там много есть ну неважно там бытовые семейные ценности где-то они поругались каждый день жена говорит что все надоел твой отец мне я не хочу жить или отец или я сын переходит отцу говорит что слушай отец ну я не знаю вели семью родные дети тоже что мне делать и сыночек говорит там вот в доме есть такая корзина эту корзину переноси посади мне в эту корзину потому что многие не ходили и отвези мне в лес я скажу куда сын так порадовался взял корзину отца посадил в корзину и унес лес и доходит доходит все около леса около леса там высажены у этого дерева меня оставили у этого дерева меня он все отца оставляет сын уходит отец за ним зовет эй сынок сынок подожди куда ты ушел что случилось отец говорит эту корзину возьми с собой зачем эта корзина мне нужна в принципе для чего потому что в свое время я тоже так же своего отца сюда переносил в этой корзине корзины понадобится твоему сыну понадобится твоему сыну твой сын тебя же сюда будет нести потому что это бумеранг ты если делаешь добро родителям почему это сказал Эльзаев правильно это зависит как раз от нас если мы своего родителя бросили значит наши дети нас бросили если мы любим своих родителей родных значит они и нас тоже будут любить нам же возвращаться добро всегда она превосходит ну вот это надо сказать что в Коране про это сказано что сделаешь добро я тебе как там аджураги пророксалават Аллах даже говорит чтобы доброта Аллаха подлежить доброту родителей если родители как сказать довольны довольств вот если довольны от детей значит Аллах с него доволен если пока родители не довольны от детей Аллах, Бог, не можем быть довольны от этого человека но это много чего-то обозначает там еще есть аят, где сказано, что сделаешь добро, я тебе верну два раза больше сделаешь тысяч раз больше десять раз больше, сделаешь зло, ты получишь соответственно, во столько же раз вот на такой глубоко душевной я бы сказал ноте мы уже приблизились к финалу я предлагаю проаннотировать нашу следующую программу совесть нарушений у нас, ну как известно, в нашем городе обучаются очень много молодых людей я скажу, да, студентов много студентов, которые приехали в Кировскую область они здесь обучаются, их интеграция мы имеем в виду студентов из других стран да, из других стран там Египет, там и Конго там есть еще Китай, Япония много студентов, также Брежные зарубежья, также слушай, а первыми студентами, которые в Кировской области учились, это примерно в 85-м году были узбеки их мы тоже попытались надо попытаться найти кого-то из них это, кстати, очень в Кировском педоинституте тогда первая группа иностранных студентов, ну и не иностранных, конечно, в 85-м году Советского Союза это была первая группа студентов, которая училась в Кировской области будем искать то, да давайте кого-нибудь из них отец в 80-е годы здесь вот учился если просто ну, ну вот в общем поищем, я думаю, что будет интересная беседа спросим, не холодно ли, да, в частности да, да, да вам с южными кровями, да, у нашей как там в песне, да из края, где цветёт миндаль, да я в твой холодный край спасибо нашим гостям Ракит Мамедов, Тимур Наврузов, Иван Аргусейнов Хазис Алич Агаев и Владимир Сметанин прощаемся, всего доброго спасибо Спасибо всем Благодарю